Здарова народ, с вами Джон, также могу быть вам известен как Лопин312, я стример Destiny 2 на Твиче, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о такой вещи, как игра в контроль-железное знамя. Ну как поговорить, хотелось бы разобрать один матч, который у меня произошел вместе с рандомами против Тима из 5 человек, насколько я потом дальше понял, да, это достаточно потные были чуваки, ну то есть там у них у кого-то есть топ 500 в PvP в обычном, в контроле, топ 500 там в Гамбите Прайме, да, и... В общем, мне кажется, достаточно показательный матч, чтобы объяснить, вот то, что я в предыдущем видео описывал, кто смотрел, да, как вот правильно играть в контроль, в железное знамя и так далее, да, то есть по тем самым четырем параметрам, доступность, укрытие, возвышенность и простреливаемость. То есть кому будет интересно, да, можете заценить там предыдущий видос, где я все это подробно разжевывал, но тут я уже буду просто упоминать что-то. В общем, начинается катка, мы приближаемся к точке, и вот здесь вот я закинул Камбу, которая очень хорошо зашла в сочетании там с огнем моего тиммейта, который ухитрился со снайперки убить троих сразу. Вот, то есть там он двоих убил сразу, кто попал в мой дым, я получил ассист, и потом еще сверху он добил того, кто в дыме моем продолжал стоять. Достаточно красиво получилось. Вот мы, кстати, здесь опять же начали с точки А, и прибежали на точку Б, и вот таким вот образом мы начали их удерживать. Здесь вот у нас идет драка с щелом, ну, всемогущий шодер-чардж, да, удар молота, куда же без него. Я вот играю с волчьими когтями, с пульсой с баннера, и с бастионом новой экзотической плазменной винтовкой, которую я считаю сейчас, ну, такая наиболее... Приятная и мощная пушка в ПВП, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Мне она больше нравится, чем Повелитель Волков, честно говоря. Вот тут вот у нас человек залетает, получает люлей через открытое пространство, но это с его стороны было про мяч. Вот тут у нас Титан вот за дверью прыгает, очень такой, знаете, хитрый. Вот он ждет, пока мы оттуда будем выходить, чтобы нас там по одному снимать, я решил его обойти, убить. Здесь мы, как видите, стараемся контролировать точки А и Б, то есть на С мы вообще не уходим. Вот почему. Вот сейчас вот на меня запрыгнет один противник, и второй. Прыгают они с точки С, но поскольку мы стоим на точке Б, и здесь хорошая укрываемость, да, возвышенность и... Крутая простреливаемость, они оба получили люлей как раз из-за этого. Потому что вот я стою на точке Б, я прекрасно вижу, прекрасно знаю, откуда вот благодаря радару на меня может выйти противник здесь. Это к вопросу, почему мне кажется, на этой карте выгоднее контролировать точки Б и А. Во-первых, потому что точка Б ближе к точке А находится, чем точка С к точке Б. Но во-вторых, потому что здесь достаточно так вот контролируемая среда. Но вот опять же, да, вот благодаря радару я вот хорошо вижу, откуда может выйти противник. И благодаря своим тиммейтам, да, которые мне активно помогают, и тоже там вообще очень так конкретно контролируют точки, мы захватываем полное преимущество. Здесь вот я попытался реализовать ульту, у меня не получилось. Ну как не получилось, мы с чуваком разменялись, но... Все-таки... Один килл с ульты это как-то маловато. Пусть даже при полном контроле. Ну, при полном контроле, когда у вас три точки в железном знамени, ясен пень, да, размены вам в плюс идут. Потому что вы получаете три очка, а противник один. Появилась возможность у нас захватить здесь три точки. Как раз вот потому, да, то, что мы убили там двоих противников на точке B. И пока они респавнились, тиммейты воспользовались возможностью и прибежали на точку C, добили оставшихся и захватили ее. И таким образом мы получили полный контроль. То есть здесь очень важно, да, вот удерживать именно вот эти две точки, на мой взгляд. Тем временем противник пытается отобрать у нас точку A, очень упорно. У них это, похоже, сейчас получится. Потому что они захватили точку B, захватили точку C. Единственное, пока что у нас оставалась эта точка A, и мы ее им не давали захватить. Более-менее отбились, вроде бы как. Учитывая то, что наши пацаны захватили точку C, идут захватывать точку B. И тут ваш знаменитый, ваш комментатор немножко проемается. Потому что противник все-таки успел захватить все три точки. И нам надо сейчас постараться не дать им себя убить. Хорошо была реализована ульта моим тиммейтом. Титан вот прямо на своей тяге туда залетел, чем я воспользовался. Тут вот я где-то к середине катки вспомнил, что у нас есть хейвики. Решил рядом с ними немножко постоять. Я, конечно, понимаю, что сейчас уже поздновато это делать, но извиняюсь за качество футажа. Потому что это все делается с записи на Твиче. Тут у меня, конечно, было 1080 пина, но... Все равно, мне кажется, пикселявят малость. Так что извиняюсь заранее. Тут вот прикольный момент был, пока я говорил. Меня тиммейт... Я вот хотел... Встретить ульту при помощи фьюженки, да, но меня тиммейт прямо на нее толкнул. И ульта нас, собственно, убила двоих. Тут меня уже в этом... Меня в этот раз уже никто не толкнул. Я смог спокойно снять клинок зари. Ульту варлока, которая на меня прыгнула. Ну, потому что бастион ульты практически ваншотает. И у меня было преимущество, так как он заходил из-за угла. Я его по радару видел. А он точно не знал, с чем именно я его буду встречать. Иначе бы он это... С расстояния меня бы снял. Ну, а тут вот, да, тем временем мы потихонечку побеждать начинаем. Ну, как... Ну, как начинаем? У нас преимущество в 40 очков. И вряд ли уже противник затащат. Ну, как вы видите, мы все это время, да... Я вот с точки... С точки А и Б вообще не уходил практически. Если только я резнусь на точке С, я все равно прибегаю на точку Б. И стараюсь их удерживать. И стараюсь ее удерживать параллельно с точкой А. Ой, да, параллельно с точкой А. Здесь это я вообще к чему все, да? Даже если у вас есть там один или два нерадивых тиммейта, которые стараются удерживать те точки, которые лучше бы не удерживать, да, то... Вы, в принципе, при правильном позиционировании можете даже в соло защитить стратегическую точку и не дать противнику сделать тотал контрол, ну, захватить все зоны. Благодаря чему... Сможете победить. Ну, вот таков вот был у нас матч. Здесь вот можно увидеть то, что мой прошлый я этому... Победе радуется. Но катка была интересная на самом деле. Хоть и относительно недолгая. Я думал, дольше будет длиться. 8 минут с половиной. Здесь, на самом деле, почему я решил выбрать этот матч для разбора, да? Потому что противники достались... Порядочно скилловые. Но это было видно по их... Но это было видно по их движениям, по их координации, да? То, что они вот прямо вот так вот в один момент собрались и дружно запушили точку А, чтобы нас оттуда вытащить. Там прямо 4 человека туда завалилось. Ну и заценив их статы, да, вот можно понять то, что... Не особо-то ПВЕшеры против нас были. Сейчас я даже думаю, мы стоп-кадр сделаем. И разберем, что у нас там происходило. В соотношении команд. То есть, я там был вместе с рандомами. Насколько я понял. То есть, максимум там была команда из двух человек, а так вот остальные четверо, включая меня, были рандомами. То есть, у нас не было ни TeamSpeak, ничего, да? Но все вот как-то так уж получилось, что в основном мы все-таки контролировали точки А и Б, благодаря чему победили, потому что они выгоднее. Ну там вот вы могли это заметить по нескольким моментам. Сейчас перейдем к статам. Ну так, всем понятно, да, то, что КД в этой игре особо ничего не значит, да, и так далее. Ну, и соотношение побед к поражениям, но все равно это так вот чисто для того, чтобы было понимание, кто был у меня в тиме и кто был в команде противников. Так, мы вернулись. Продолжаем. Вот, кстати, по поводу всего остального, что хотел уточнить. У противников при этом еще был ниже лайт, чем у нас, насколько я могу вспомнить. Вот, то есть, у меня был косарь лайта. Здесь вот вы можете видеть мои статы, мои пушки, которые у меня тогда стояли. И сейчас вот покажу, собственно, что у нас происходило. То есть, вот здесь можно посмотреть ту самую катку. Вот, что было у меня, что было у моих тиммейтов по результатам матча. То есть, вот кто у меня был в команде. Стив, Энджелс, Шарлесия, Лэш и Биро. Вот смотрим, что у них там. Ну, вот у всех у них, я вот так вот посмотрел, ну, примерно одинаковые статы. То есть, 1.5, 1.3, 1.7. У кого-то, да. Ну, такие, да, вот. И вы видите, да, то, что у них тут голд, платина, серебро. Ну, такие не особо... Ну, не особо выделяющиеся статы, честно говоря. Ну, такие средние, нормальные такие игроки. Большинство вот у нас, которые играют в игру, в принципе. То есть, тут у нас еще при этом 78-й лайт, 90-й лайт, 81-й лайт, 72-й лайт, 92-й лайт. Ну, вот, 77-й лайт. Я вот думаю, то, что за счет... Мы в основном за счет лайта... В основном за счет лайта, за счет того, что мы с удачной точки начали, да, и за счет того, что тиммейты более-менее понимали, какие точки надо удерживать. Ну, так уж получилось, да, что мне все рандомы попались, которые более-менее знали, какие точки надо удерживать на этой карте. Вот. Это что касается моей тимы. Почему мне... Почему мне... Почему мне... Что мне так кажется? Какие у меня впечатления возникли от катки? Вот что касается врагов, да, вот, команды соперников. Арк, Найкел, Райкири, Деволин, Кедви. Я вот, честно говоря, не помню, русские это или нет, но... Я помню, что они мне часто попадались в PvP. И... Ну, здесь далеко ходить не надо, да, то, что, блин, эта команда, вот, мне кажется, они все-таки лучше нас. Ну, в том плане, да, то, что... Ну, вот, учитывая то, что у них было пятеро в тиме, и вот здесь вот у них статы 1.6, Даймонд у Братюни. Ну, здесь вот Платина у Найкела. Единица. Здесь вот у Райкири Даймонды везде, 2.18 КД. Потом Деворинг идет, у него 1.82. Тоже все в Даймондах. Ну, и Энви, по-моему, вообще самый потный. У него... Все в Даймондах, да, и КД-3. Среднее. Ну, и Жадар, я так понял, у них рандомом был. Ну, типа, шестой член команды. Что касается... Что касается Лайта, у них какие там были? 77-й, 78-й, 86-й, 80-й, 76-й, ну и 75-й. Ну, то есть, как-то... Тоже сыграло роль, на самом деле. То, как матч... То, как матч закончился. Я вот просто... Не то, чтобы я там... Не то, чтобы я там какие-то поспешные выводы делал. Мне вот кажется, что все-таки будь карта... Более располагающая к ним, да. Ну, то есть, видно было, что это не совсем их карта. И на какой-нибудь другой карте, да, где... И с другим респауном мы бы, скорее всего, им таким составом бы проиграли. Но, раз уж так получилось, я решил вот конкретно вот эту катку проанализировать. Чтобы понять, да... За счет чего, да... Мы вот... Нам удалось вырваться вперед, да, и победить. Причем на старте. Как раз вот из-за таких вот параметров, да, как укрытие, возвышенность и прострельность и доступность. То есть, я вот это использую, да, вот этот пример, для того, чтобы показать, что даже если вы соберете стак из пятерых или шестерых человек, но... Которые достаточно круто играют, а судя по статам, ребята, они играют достаточно неплохо. Я другие матчи там уже не стал смотреть, но думаю, там все более-менее нормально. Но думаю, да, даже если вы соберете полный стак, но при этом не будете нормально контролировать зоны против таких вот более-менее средних, адекватных игроков, то вы можете проиграть. Ну, это к вопросу о том, да, то, что сейчас все, многие жалуются о том, что попадаются стаки, то, что не победить, то, что скиллбейс матчмейкинг, там и вся... И все это дело, да, это все дело имеет место быть, но... Все в ваших руках, ребят. Ну, типа, если вы ориентируетесь на карте, если вы контролируете зону, если вы помогаете тиммейтам, если вы не пушите, когда у вас две точки захвачены, да, не жадничайте, грубо говоря, то, я думаю, вы можете практически при любых условиях победить. Ну, это, конечно, звучит самонадеянно, да, но шанс велик, по крайней мере. То есть, безнадежной ситуации не бывает. Я вот к этому. Ладно. На этом, наверное, наше сегодняшнее видео второе уже закончим. И... Кому было интересно, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии. Увидимся в следующих видосах, в следующих стримах. С вами был Лопин312. И... Всем инвиз, ребят.